Приветствую вас, вначале немножечко по хронологии, давайте пройдёмся. То, что вы написали, значит, вот, по своим событиям, по вашей ситуации, значит, заключается основной вот в чём. Жена ваша, после того, как вы поженились, значит, жена ваша, она начала испытывать либо неуверенность в себе, либо, если это всё-таки продолжение линии поведения её отца, то это стремление подчинить вас своей волею. Вот так, ребяче, после заключения брака, она изменила своё отношение к вам и к себе. К вам точно к себе неизвестно. И это отношение к вам, оно вне зависимости от своей мотивации, вне зависимости от своей природы, оно вам только вредит. И чему уж стоит греха, будет вредить до тех пор, пока вы не измените свою ситуацию, то есть пока вы не примете волевое решение. Предположим, что есть первый вариант. Вариант, при котором ваша супруга стала неуверенной в себе. То есть она считает, что после того, как вы на ней женились, она вам теперь уже неинтересна, и боится, что вы к ней охладеете, боится, что вы будете смотреть на других женщин, ну и так далее. И здесь ситуация такова, что эта неуверенность её в себе, она мешает вам обоим. Эта неуверенность в себе обесценивает её рядом с нами, навязывает вам всё больше и больше мысль о том, что это не тот человек, которым вы хотели бы провести свою жизнь. И жена ваша, она не может этого не понимать. Более того, уверен, она, скорее всего, где-то вот в глубине души понимает, что ведёт себя неправственно. Но, действительно, сделать с собой она ничего не может. Хотела бы, возможно, но не может. В этом случае, в этом случае, можно вам порекомендовать только одно. Но, поскольку так продолжаться дальше не может, вы совершенно вправы, то, соответственно, вы ей говорите о том, что... понимаете, что она сама не поменяется, понимаете, что вы так хотите жить больше не хотите. Вы её любите, вы уощряете её, вы желаете проводить с ней, провести с ней точнее всю свою жизнь. Но, не в постоянных ссорах, не в постоянных скандалах, не в постоянной паранойи, не в постоянных претензиях. И если она хочет с вами быть, то пусть тогда обратиться к психологу для того, чтобы поработать со своей ревностью. Если она не хочет возвращаться к психологу, значит она не хочет работать над вашими отношениями, а значит не хочет, чтобы вы были счастливы. Если она не хочет, чтобы вы были счастливы, значит она не так сильно вас любит, а значит и не имеет смысла дальше находиться вместе. Здесь всё довольно просто. Если же у неё произошло проявление родительского сценария, как сказал мой коллега, то с родительским сценарием будет сложнее. Дело в том, что родительский сценарий, ведь он может не осознаваться человеком, то есть она может придерживаться определённой линии поведения, она может осуществлять определённое поведение. Но при этом не отдавать себе отчёт в том, что повторяет по сути то же, что делает её отец, например. И в этом случае вам нужно обращать внимание на себя. То есть вы не обвиняете её, вы не говорите ей, что она плохая, вы не говорите ей, что она поступила плохо, вы не пытаетесь выставить её виноватой, это действительно ни к чему хорошему не приведёт. Вы говорите о том, что вам плохо, вы говорите о том, что вам вредит. И задавайте резонный вопрос ей, а почему вы должны терпеть то, что вам неприятно, например. Предположим, предположим, вот самый яркий пример, который вы привели, да? Сцена ревности при ваших друзьях ночью. Вы, конечно, можете сказать ей о том, что, ну, как-то могла, почему-то мне не верить, там, и прочее, прочее. Кроме негатива и истерики, вряд ли вы всё это получите. Что нужно сказать? Сказать нужно только одно, что ты позоришь меня перед моими друзьями. Ты выставляешь меня в негативном свете в их глазах. И я спрашиваю тебя, зачем ты мне вредишь? Вот, собственно, то, как вам нужно ставить вопрос. И если человек вас любит, она осознаёт, что вам вредит, и это, опять-таки, направляет её к психологу для решения этих проблем. Дальше. Истерика. Что есть истерика? На бытовом языке истерика – это высокий уровень негативной реакции человека. То есть, когда человек кричит, там, совершает какие-то действия, не осознавая, как правило, что им движет и так далее. Ну, то есть, вообще говоря, он не контролирует себя. Но в научном языке истерика, как проявление истерии – это потребность во внимании. Это болезненная потребность во внимании у человека. Соответственно, если у неё есть болезненная потребность во внимании – это неуверенность в себе. Всё та же самая неуверенность в себе. Может быть, неуверенность в вас. И тогда это комплекс, и происходит он, конечно, из детско-рабительских отношений. Вы говорите, что она, ваша жена, видит свою маму и жалеет ей, раз её мама у неё перед глазами и она видит, как живёт. Ну, совершенно очевидно, что, совершенно очевидно, что она боится повторить её судьбу. Она не хочет повторить её судьбу. Она не хочет быть такой же, как она. Она боится, что вы так же подчините её себе и точно так же будете обращаться, как её отец обращался в её маму. Потому что у неё нет понимания того, как образовались отношения у её родителей. Ну, нет у человека этого понимания, к сожалению. И чтобы оно было, чтобы оно появилось, нужно детско-родительские отношения с ней разобраться. Я вам это всё для чего говорю. Чтобы вы лучше отдавали себе отсчёт, что происходит с вашей женой. Может быть, может быть, вы лучше понимали её и не так сильно злились на неё. Потому что вы воспринимаете её как равную себе. А у неё, судя по вашим словам, достаточно серьёзная психотравма. И, скорее всего, не одна. А значит, воспринимать её как равную себе нельзя. Если вы поймёте, что её реакция имеет цель не в вас, а она как бы говорит сама собой, через вас. То есть, она борется со своими страхами, используя вас, не особо, в качестве средства, что вы и не будете проектировать её реакцию на себя. Вам будет легче. Но, объективно, так жить, конечно, нельзя. И ещё раз повторю, если она вас любит, если вы придёте к тому, что она вас любит, то пусть обращаются к психологу и прорабатывать с ней свои проблемы. По-другому вашу ситуацию решить нельзя. Я полагаю, что если она не хочет идти к психологу, то в этом случае вам необходимо занять шёстку позицию, что если она не идёт к психологу, то вы, соответственно, начинаете думать о том, что она не заботится о вашей сердце, потому что она не хочет делать вас счастливым. А значит, не хочет строить крепкую, тёплую семью, в которой бы вам обоим было бы хорошо и вашим детям. А вам это всё не нужно. Пусть сама решает, на самом деле. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!